Добрый вечер, значит, я сначала испугался, что у вас было совсем мало. Сейчас вроде набралось примерно как обычно народа. Подумалось сначала, что где-то происходит что-то интересное, о чем я не знаю. Но, видимо, просто конец семестра, расслабленность. Я уже сам чуть не опоздал. Ну ладно. Сегодня мы с вами поговорим о модульном тестировании. Тема эта очень важная. И вот в последнее время, когда я проверял домашнее задание, лил крокодили слезы, что не рассказал о тестировании раньше. Можно было бы избежать многих ошибок, которые я там видел в решениях домашних заданий, если бы вовремя и адекватно применялось модульное тестирование. Вот сегодня мы обсудим, как на практике писать тесты, какие есть для этого средства, какие конкретно задачи эти средства решают. Плюс у нас сегодня еще бонус трек. Это Java Login API, который, в общем, к тестам отношений особо не имеет, но пристегнуть куда-то нужно было, так как тема, на мой взгляд, важная. Ну вот я пристегнул ее к сегодняшней лекции на закуску. Давайте начнем с модульного тестирования. Первая часть. Для того, чтобы лучше понять, что такое модульное тестирование, я вам хочу рассказать об уровнях тестирования, которые обычно выделяют. Вообще классификации способов и видов тестирования много. Слов, которые, прилагательных, разнообразных, которые вы перед словом тестирования можете встретить, очень много. Но вот я остановлюсь ровно на одной классификации, которая классифицирует виды тестирования на три категории, на три класса. Первый уровень тестирования, первая категория тестов — это модульные тесты и модульное тестирование. Это тестирование ваших программ на уровне отдельных маленьких модулей, что в переводе на конкретный язык программирования, в частности на Java, будет означать на уровне методов и классов. Тестирование на уровне методов и классов. Причем это могут быть как те методы и классы, которые непосредственно вызывают клиенты вашей программы или библиотеки. Так это могут быть методы и классы, которые известны только вам, они где-то внутри вашей реализации спрятаны, вы их никому не показываете, но тем не менее они у вас есть, вы ими сами пользуетесь и хотите, чтобы ваш код работал правильно. Вы можете протестировать это все сами для себя. Этот вид тестирования относится к тестированию белого ящика или прозрачного ящика, то есть вы имеете полное представление о том, как устроена ваша программа изнутри, из каких методов, из каких классов она состоит. Вы можете даже в основной код вносить какие-то правки, которые помогают вам его тестировать и писать на него тесты. И занимаются написанием модульных тестов обычно программисты. Ну, наверное, я даже не знаю исключений из этого правила. Программисты. В общем, и вы как программисты должны уметь писать юнит-тесты. Юнит-тесты пишутся всегда, и если вы встретите программиста, который не пишет модульные тесты, вы можете плюнуть ему в лицо сразу. Вот. Ну, если он еще только учится и не умеет, то это ладно. Вы его научите, и он будет. Чуть более высокий уровень тестирования — это интеграционное тестирование. Речь здесь о том, что вы написали отдельные модули вашей программы, которые, в общем, когда ваша программа работает, эти модули вы должны между собой взаимодействовать. уже как-то. Не каждый сам по себе жить, а они должны жить друг с другом в мире согласии и взаимодействовать по каким-то четко определенным вами правилам. Вот интеграционное тестирование — это как раз попытка совместно запустить несколько модулей, которые вы ранее протестировали на уровне модульного тестирования, юнит-тестирования. Вот. И когда вы запускаете такой тест, вы проверяете взаимодействие ваших модулей. Каждый в отдельности вы проверили, теперь вы хотите понять, что модули живут друг с другом. Хорошо. Тут в зависимости от того, что понимается под модулем, тестированием могут заниматься либо программисты и написанием таких интеграционных тестов, либо уже специальные люди, тестировщики Quality Assurance. Если под модулями понимаются какие-то там веб-сервисы, допустим, там средний слой, который предоставляет веб-сервис, вот у вас отдельный модуль, там база данных под ним, два модуля, вот вы хотите между ними проверить взаимодействие, тестированием такого взаимодействия могут заниматься уже люди, которые в коде не разбираются, видят это все снаружи. Просто на основе спецификаций взаимодействия. Ну и наконец, системное тестирование. Это когда у вас вся система уже собрана, все компоненты сложены в кучку, все запущены, все работают, и система должна решать ту задачу, ради которой она создавалась. Проверяется на данном уровне тестирования, во-первых, функциональность системы в целом, что система реализует то, ради чего она создавалась, а функциональные требования. Проверяется, что система работает быстро достаточно, проверяется, что система удобна в использовании, юзабилитетестирование, ну и так далее и тому подобное. Все это возможно в рамках системного тестирования. Ну и это уже точно тестировщики. Мы с вами сегодня будем говорить только о модульном тестировании, то есть, когда вы пишете и код, вы знаете, как он устроен, и пишете на него тесты. Тесты — это тоже код, в общем-то, ничем не хуже, чем основной. Его иногда бывает не меньше, чем основного кода. Этот код должен жить вместе с основным, синхронно жить и развиваться. Если у меня есть основной код, то и тесты. Частенько придется править, расширять набор тестов и так далее. В общем, целая наука. Для того, чтобы показать, как вообще добавить в вашу жизнь юнит-тесты, я хочу рассказать о методологии Test-Driven Development или сокращенно TDD. Вы можете встретить такую аббревиатуру нередко. Вот это оно — Test-Driven Development или разработка, управляемая тестами, скажем, идущая от тестов. Это очень хороший способ, вот эта методология, привнести юнит-тесты в вашу жизнь. Если вы не знаете, с чего начать, и, допустим, никогда тесты еще не писали, можете попробовать следовать этой методологии. Она очень систематично позволит вам юнит-тесты в вашу жизнь вписать. Идея Test-Driven Development в том, что вы начинаете всегда с теста. Когда вы собираетесь написать какой-то класс или метод, вы примерно размышляете о том, что этот класс или метод должен делать, какие аргументы он будет принимать, что он будет возвращать в ответ, какие побочные эффекты ожидаемые. И вы пишете юнит-тест, который это проверяет. То есть вы пишете небольшой кусочек кода, который ваш еще не написанный метод вызывает, передает ему какие-то параметры, которые вы считаете этот метод должен принимать, получает результаты метода и проверяет, что результаты соответствуют ожиданиям. Вот такой небольшой кусочек кода проверочного вы сразу пишете. Причем понятно, что он не компилируется, потому что ни класса, ни метода, скорее всего, еще нет, которые он тестирует. Зачем это нужно? Во-первых, для того, чтобы лучше понять задачу, прикинуть вот эти входные и выходные параметры. Во-вторых, чтобы хорошенько продумать интерфейс, ну, в общем, почти то же самое, входные и выходные параметры, плюс контракт взаимодействия, там, что зачем вызывать, какие побочные эффекты у каждого вызова. Вот, все это вам позволяет лучше понять и продумать написание такого пробного кода. До того, как пытаться решать задачу, предлагается написать кусочек кода, который готовые решения якобы готовые используют. Так, значит, написали такой кусочек кода, он не компилируется. Мы выполнили первый пункт, написали тест, который программу ломает. Но не компилируется частный случай того, что программа сломана. Замечательно. Теперь вы можете перейти к шагу номер два. Вам нужно написать реализацию того метода, который вы только что пытались протестировать. Нужно, чтобы метод принимал эти самые параметры, возвращал эти самые результаты. И при этом метод должен быть устроен максимально просто, но достаточно для того, чтобы удовлетворить вашему тесту. То есть ваш тест должен пройти. Допустим, если... Классический пример. Если вы пишете метод, который суммирует два числа целых. Да, замечательный метод. И вы написали тест, который вызывает этот метод с двумя аргументами. Два и два. То есть вы хотите вычислить дважды два. Простейшая реализация метода, которой пройдет этот тест, это... Вот это вот неправильная простейшая реализация метода, которой пройдет ваш тест. Казалось бы, ну а и b это параметры, которые метод переданы. Люди, которые душой и сердцем за вот эту методологию, и за экстремальное программирование, и прочие прогрессивные практики, они вам скажут, что простейший код, который проходит тест, там, сам, от два плюс два равно четыре, это метод return4. Вот. Вы тест написали, вот такой. Написали вот такую реализацию метода сам. Тест проходит. Все счастливо. И пункт два успешно выполнен. Дальше, если вы чувствуете, что этот код нуждается в переработке, там, допустим, вы какие-то грязные хаки использовали, потому что пытались написать как попроще, то вы на пункте 3 этот код дорабатываете. Например, можно дать параметрам более манемоничные имена. Ну, в данном примере не очень интересно, но рефакторинг, короче говоря, вы делаете. Который не меняет функциональность, не ломает тест, но улучшает реализацию по разным параметрам. Уменьшает дублирование кода, там, вы можете добавить комментарии, если хотите, нетривиальные места. Можете упростить какой-нибудь кусок кода. Вот. Наконец, пункт 3 вот на этом завершен. У вас есть тест, у вас есть реализация, и она внутри даже не очень плохая после пункта 3. Дальше вы идете снова к пункту 1, берете следующее требование, пишете следующий тест, убеждаетесь, что он ломает вашу программу. Пишем следующий тест. Допустим, сам 3 плюс 4 равно 7. Убеждаетесь, что этот тест не проходит, потому что ваш метод всегда возвращает четверку, которая не равна семерке. Замечательно. Пункт 1 выполнен. Идем на пункт 2. Смотрим в наш метод. Как нам его поменять так, чтобы он проходил второй тест? Ну, простейший способ, конечно, return 7. Да. Но в чем фишка? У вас ведь тест вот этот никуда не делся. Он все еще там рядом, вот с этим. И когда вы их запустите, запустятся оба, и один из них не пройдет. Вот вы будете тут менять четверку на семерку, и обратно один тест у вас будет проходить, а второй нет. Но вы тут задумаетесь. Наверное, мой код недостаточно универсален. Наверное, нужно все-таки реализацию как-то похитрее написать. И тут снисходит озарение, и вы понимаете, что надо было написать вот так. Это игрушечный пример, я с вами согласен. Но идея эта очень важна. Разумеется, вы никогда не будете писать метод, который суммирует два инта. Но реальность чуть сложнее. А методология эта очень важна, очень полезна во всех ваших задачах. Так, ну, значит, мы прошли второй пункт. Изменили реализацию так, что теперь два теста проходят. Перешли на пункт три, префакторили. Не знаю, что тут можно еще улучшить. Тесты не разломали. Можем идти дальше. Ну, и там добавить еще какое-то количество тестов, которые, на ваш взгляд, лучше покроют функциональность. Например, проверить, что возвращает там сумма двух max value, что с отрицательными числами это работает, с нулями и прочим, прочим. Ну, разумеется, все там будет работать как надо. Так, так, и так далее. Вот этот цикл повторяется до тех пор, пока все требования вы не выполните, вашу задачу не решите. Но на выходе у вас, помимо кода, который является решением задачи, имеется хороший набор тестов, который защитит вас от случайного разламывания кода. Если вы потом, потом придет N плюс первое требование, которое вы кинетесь реализовывать, вы уже забудете, на какие грабли понаступали, реализуя вот эту, эти требования. Исправить реализацию так, что какая-то старая функциональность отвалится. Но как только вы запустите все накопленные к этому моменту тесты, вы сразу поймете, что что-то не так. И задумаетесь, и исправите реализацию так, чтобы она проходила все старые тесты, плюс еще один новый. Да, значит, еще раз подчеркну, что тесты — это тот код, который живет вместе с основным. Он лежит рядом с ним в системе контроля версий. Тесты запускаются в идеале на каждой сборке. То есть, когда вы собираете ваш проект, вызываете компилятор Javax, следующий шаг после этого — вы должны скомпилировать тесты и запустить тесты. Ну, разумеется, в батнике это писать не очень удобно, но если вы пользуетесь серьезными инструментами типа Анта или Мэйвена, там все это очень легко сделать. Скомпилировать тесты, запустить тесты, убедиться, что если хотя бы один тест прошел, то билд у вас пофейлился. То есть программа в целом не собралась, и вам явно было сказано, что у вас не работают тесты. Исправьте тесты, а потом уже будете выпускать релиз вашего продукта. Написание модульных тестов — это та деятельность, которой занимается любой серьезный программист. Причем время на это может уходить сопоставимое с разработками фич. Стандартная библиотека Java вам не дает средств для написания тестов. Какого-то фреймворка для написания тестов на Java в стандартной библиотеке нет. Но есть стандарты де-факто, это сторонние библиотеки, при помощи которых тесты писать легко и удобно. Инфраструктуры. Есть две основных инфраструктуры для написания тестов. Под инфраструктурой я понимаю тот способ, которым вы пишете тесты, куда вы помещаете вот эти ваши кусочки кода, которые что-то проверяют, и как запустить эти тесты и получить результаты. Вот эта вот инфраструктура обеспечивает и определяет, и вы должны следовать ее правилам. Стандартных и очень распространенных инфраструктур по большому счету две. Это G-Unit и TestNG. В принципе, этот список можно продолжить, но, на мой взгляд, смысла это особого не имеет, потому что стандарт де-факто это G-Unit. Те, кому G-Unit жмет по каким-то причинам, используют чуть более функциональный тестNG, ну, а если и TestNG жмет, то уж, извините, придется писать что-то свое, видимо. Ну, либо ужиматься самим, чтобы влезть. G-Unit, в общем, немножко попроще, в TestNG функций побольше. Но они оба используются. Так. Скоро мы увидим, как выглядит типичный тест для G-Unit, и сегодня мы в рамках лекции будем рассматривать только G-Unit. TestNG я вам показывать не буду, если хотите, потом дома почитайте. Значит, инфраструктура определяет то, как вы оформляете ваш тестовый код. В каких классах вы его пишете, в каких методах, как вы его помечаете и как он будет запускаться. Это не все, что вам может понадобиться в процессе тестирования. В процессе тестирования вам также может понадобиться удобная библиотека для выражения тех утверждений, которые вы тестируете. Это можно делать по-разному. Описывать в коде утверждения, которые тестируются, и обработку того, что это утверждение истинно или ложно. В самом G-Unit есть базовые средства для написания таких проверок. Мы их скоро посмотрим. Но это очень простые базовые средства, их зачастую недостаточно. Поэтому были разработаны дополнительные библиотеки, которые вам позволят более человекочитаемо описывать условия, которые вы проверяете. Предусловие, вызов такого-то метода, и результат вычисления этого метода. Сравнение результата с ожидаемым можно выразить по-разному. По-разному написать в Java-коде. Вот про это, про разные способы записи ваших ожиданий. Первые две библиотеки. Это Fest Assert и Hemcrest. Мы сегодня чуть-чуть посмотрим на Fest Assert. Но в случае, когда у вас программа связана с обработкой XML или, допустим, с посылкой HTTP-запросов, вам помогут еще вот такие специализированные библиотеки, как XML-Unit, HTTP-Unit и прочее-прочее. Просто пара примеров навскидку. И последняя категория полезных для написания тестов библиотек — это библиотеки создания тестовых дублеров. Кто такие тестовые дублеры? Это специальные такие объекты, которыми вы заменяете в вашем тесте отсутствующие модули. Давайте я поясню. Значит, модульное тестирование — это тестирование на уровне модулей, классов и методов. Вот условно изобразим несколько модулей вашей программы квадратиками. Зачастую ваши модули на самом деле связаны. Связаны зависимостями. То есть для работы, допустим, какого-нибудь сервиса требуется база данных. И вот обозначим ту зависимость стрелочкой. Там плюс еще какая-нибудь библиотека работы, не знаю с чем. Библиотека логирования, предположим. И еще что-нибудь. HTTPS. Допустим, все сразу. Вот такой вот модуль, который зависит от трех других, и как-то их действие координирует. Такой главный управляющий модуль. Как вам протестировать этот модуль? Если бы вы делали это наивным образом, то вам бы в рамках теста пришлось настраивать, поднимать вот этот модуль, вот этот, вот этот. И в итоге, значит, вот этот вот будет работать с реальными соседями. С реальными реализациями соседних модулей, в которых могут быть свои ошибки, которые могут еще чего-то требовать. Третьего, десятого и прочего. И вот просто-напросто организовать такую инфраструктуру в рамках теста очень тяжело. Чтобы для тестирования одного модуля вот этого поднять все, что он требует реально. Другие компоненты вашей программы. Поэтому на практике при тестировании модулей обычно зависимости, которые требуются этому модулю для работы, заменяют некоторыми тестовыми дублерами. Вы не настоящий ваш компонент поднимаете, а некоторую его замену специально для этого теста написанную, которая умеет обрабатывать только под множество запросов заранее определенных. Вы знаете, что в рамках работы вашего модуля будут к этому модулю только такие запросы отправляться. Но вы их реализуете в вашем тесте, чтобы не мучиться. Ну и так далее. Все, значит, зависимые модули заменяются дублерами. Так вот, вы можете либо просто сделать другую реализацию, руками написать код, который намного проще, чем код ваших реальных модулей, либо вы можете использовать одну из доступных библиотек, которая вам позволяет легко создавать фейковые, ненастоящие реализации модулей. Вы можете по Java-интерфейсу сказать, вот хочу новый экземпляр этого интерфейса, хочу, чтобы в ответ на вызов такого-то метода он возвращал вот то-то, и так далее, и тому подобное. Достаточно удобно это все пишется, и это мы тоже с вами сегодня посмотрим. Вот для решения этой задачи существует тоже из наиболее распространенных три библиотеки. Но этим список не ограничивается. В принципе, можно и других накопать. Но мне больше всего нравится библиотека Makita, и мы с вами на нее посмотрим сегодня. Ну, поехали. Сначала к G-Unit. Это инфраструктура для написания тестов. Это простейший пример теста, который тестирует функциональность метода substring класса string. Что мы можем здесь наблюдать в этом коде? Ну, во-первых, наш тестовый класс просто такой же Java-класс, как и все остальные. Он не наследуется от какого-то специального инфраструктурного G-Unit-овского класса. Не содержит каких-то заговыристых конструкций, конструктора хитрого с предопределенным набором параметров. Ничего такого. Просто он содержит один или более паблик-воид методов, внутри которых содержится ваша тестовая логика. Считается, что один тестовый метод, помеченный аннотацией тест, это одна проверка. Проверка некоторого аспекта функционирования вашей программы. Ну, вот здесь эта проверка очень простая. Мы берем строку hello, вызываем у нее метод substring с аргументом 3, то есть пытаемся получить подстроку, начиная с третьего символа, и сравниваем то, что она возвращается, с ожидаемым ответом вот таким. Метод assert equals — это метод из библиотеки G-Unit, статический метод из класса orgG-Unit-assert, который мы вот таким образом подключили, и не нужно писать перед ним имя класса. И внутри себя этот метод сверяет, сравнивает свои два аргумента. Если аргументы равны, то метод ничего не делает. Если аргументы неравны, то метод кидает exception. Кидает исключение с неким разумным сообщением об ошибке. Человек читаем. что ожидалось. Ожидалось такое-то значение, а по факту получилось что-то другое. Как вы думаете, что будет результатом этого теста? Да, совершенно верно. Это ошибка сравнения, потому что мы в наших ожиданиях относительно метода substring ошиблись на единичку, ошиблись с индексом. Подумали, что метод substring индексирует символы, начиная с первого. Вот, оказалось, что с нулевого. В общем, результатом этого теста является вот такой exception, который вы в логе можете увидеть и быстро отловить вашу проблему. Помимо метода assert equals, есть еще несколько, которые вы можете использовать в вашем тесте. Но они все достаточно простые. Assert to rule принимает булевский аргумент, кидает exception, если там false. Assert false наоборот, кидает exception, если там true. Так, ну ладно, сейчас я расскажу про эти методы, а потом переключусь на демку. Там мы их попробуем поменять. Assert equals сравнивает два аргумента, причем есть масса перегруженных версий этого метода для разных типов аргументов. Интов, даблов, флотов, объектов. И что там еще. Ну, в общем, для всех примитивных типов и для объектов. Однако assert equals, например, если ему передать два массива, он скажет false, потому что массивы, если это фактически разные массивы, содержащие один и тот же набор данных, то они между собой не равны. Метод equals у массива работает так же, как у стандартного обжекта, то есть сравнивает ссылки. А assert equals внутри себя вызывает не что иное, как метод equals. У двух объектов, если это объекты, или два примитивных значения сравнивает на равно-равно. Поэтому для сравнения массивов на равенство вам нужно применять метод assert array equals. Вы также можете проверить, что два значения не равны. А можете сравнить два значения на равенство не по equals, а по ссылке. Assert same проверяет объекты на равенство по равно-равно. Ну, assert no same, соответственно, на неравенство по той же схеме. И еще есть интересный метод fail, который, безусловно, кидает exception с неким сообщением об ошибке, которую вы ему скормили. Ну, там, допустим, если вы по каким-то косвенным признакам поняли, что ваш тест не прошел, вам совершенно не обязательно вызывать какой-то из этих методов, чисто для того, чтобы тест завалить. Вам просто нужно вызвать метод fail. Ну, и каждому из этих методов вы можете либо передать дополнительный аргумент с текстом сообщения об ошибке, который вы хотите увидеть в влоге, либо можете не передавать этот дополнительный аргумент, и тогда получите дефолтное сообщение об ошибке. Ну, вот, например, как здесь. expected — такое-то значение, а but was — другое значение. Кстати говоря, вот при помощи этих квадратных скобок G-unit вам автоматически подчеркивает разницу между двумя значениями. То есть, по факту, там, конечно, никаких скобок в этом стринговом значении не было. Просто G-unit вот общий префикс и общий суффикс оставляет как есть, а ту часть посередине, которая отличается, заключает скобки, чтобы вам было проще ее увидеть. Да. Ну, я думаю, просто нету метода assertSame, который принимает два примитивных значения. Давайте в этом убедимся. Так, идея — проснись. Ну вот, два объекта — и все. Да нет, у вас эти пятерки обернутся в интежеры с большой буквы в классе обертки. И по факту это даже пройдет. Потому что это будет один и тот же инстанс интежера, содержащего пятерку. А, извините, я забыл сделать покрупнее. 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 Да, я хотел рассказать, помимо методов assert equals и прочих из библиотеки G-Unit В Java есть еще ключевое слово assert И когда вы начнете писать G-Unit-овские тесты, вы, скорее всего, обнаружите, что такое слово ключевое существует очень легко Потому что оно первое предлагается идеей в качестве варианта completion Что такое джавское ключевое слово assert? Ну, это простейшая возможность проверять некоторые условия по ходу работы вашей программы Это очень похоже на assert true Вы тут можете написать assert 1 равно 1, допустим Ну, или что-то более содержательное Проверить там, допустим, входные параметры метода Если входные параметры метода не соответствуют вашим ожиданиям Вы знаете, что этот метод вызывается только в вашем коде Весь ваш код написан правильно, и метод никогда не может быть вызван с такими-то значениями Вы можете там написать assert И таким образом, если вдруг в этот метод придут неправильные аргументы Будет сгенерирован exception Работа программы будет прервана Правда, в качестве сообщения об ошибке Вы получите не очень полезное Не очень полезное описание Просто stack trace Без какого-либо упоминания Вот того, что тут было написано Но, правда, в качестве бонуса Вы можете написать еще строку Которая в этом exception будет видна Текстовая То есть, если 1 не равно 1 То вы получите вот такое исключение Ваша программа будет установлена Почему не использовать это слово assert в ваших юнит-тестах? Почему бы, казалось бы? Ну, есть несколько аргументов Во-первых, в качестве параметра assert принимает единственное значение типа boolean То есть, вы обязаны вот эту проверку, которую вы делаете, написать явно Допустим, если вы сравниваете два объекта на равенство по equals Вы должны написать assert a.equals b При этом вам придется еще подумать о том, что a может быть равно 0 И вы получите npe вместо ожидаемой вами ошибки упавшего assertion Ну вот В общем, assert не очень удобен для написания тестов Второй аргумент против Это то, что нету человеческого описания проблемы То есть, вы тут напишите какое-то сложное булевское выражение Которое проверяет сразу несколько Там через или Несколько подвыражений И по вылетевшему exception вы никогда не получите Представление о том Ну что же реально упало То есть, в общем, выражение false А какие его части, какие значения имеют Вам никак не узнать Нету человеческого описания произошедшей проблемы Ну и третий аргумент Это то, что по умолчанию assert не работает То есть, даже если вы напишете в вашем коде Вот так Все равно тест пройдет Потому что по умолчанию assert отключен А чтобы их включить Нужно передать в виртуальной машине специальный флажок Нет, это не на уровне компиляции происходит Ассерт в байт-коде есть В любом случае Но просто на него будет виртуальная машина реагировать Или не будет В зависимости от этого флажка Выражение вычисляться не будет дальше Значит, антирекламу assert встроенных в JAO я вам провел И, надеюсь, убедил, что надо использовать Что-то более удобное И лучше предназначенное для написания модульных тестов Как устроен типичный тест? Идеологически Не обязательно это один в один отражается в коде Бывают исключения, когда эти части между собой, допустим, перемешаны Но идеологически нужно понимать Что каждый тест То есть Каждый вот такой метод Код, который в нем написан Состоит из трех частей Последовательных Первая часть Первый шаг Это подготовка Некоторого окружения для тестирования Например, создание вот этих самых тестовых дублеров Всех И создание на их основе Того объекта, который вы собираетесь тестировать Так, в нашем эталонном тесте про Стринг тут, собственно, ничего создавать не надо Поэтому такая фаза отсутствует Второе Это выполнение тестового сценария То есть Вызовы каких-то методов В каком-то хитром порядке Которые, как ожидается, должны Привести к падению, допустим Или Ну, в общем, вы вызовами этих методов Пытаетесь чего-то добиться Чтобы получить какой-то результат Пока еще ничего не проверяете Просто методично идете к своей цели Вызываете столько методов Сколько нужно для ее достижения Ну и в конце Вы проверяете Достигнут ли тот результат Которым вы шли или нет То есть Сравниваете Сравниваете И последний, кажется Да Последний Аспект Юнит-тестирования при помощи G-юнита Это жизненный цикл теста Вот Как вы думаете Если я Напишу здесь второй тест А, тут Ну да Тут и так есть Уже второй и третий тест Как это все будет запускаться Физически Ну вот Сам же себе и отвечу На самом деле Для запуска каждого Каждого метода Помеченного аннотацией тест Будет создан свой экземпляр Тестового класса Стринг-тест То есть В процессе запуска этого теста Всего прогона теста вашей системы Класс стринг-тест Будет инстанцирован три раза Первый раз для запуска вот этого метода Вот этого теста Второй раз для запуска вот этого Третий раз для запуска вот этого Предположим, у вас есть какой-нибудь Код, который вы хотите, чтобы выполнялся В начале каждого из тестовых методов То есть Перед выполнением каждого тестового метода Должно быть что-то сделано Какая-то инициализация Ну вы можете завести метод Который делает эту инициализацию И вызвать его В начале каждого теста Классический подход, скажем Который использовался бы без G-Unit Но G-Unit предоставляет еще Некоторое упрощение Вот метод, помеченный аннотацией Before Будет вызван Перед запуском Каждого из тестовых методов Есть также аннотации Автор Который можно пометить метод Который будет вызван После запуска каждого Тестового метода Там вы можете подчистить что-нибудь Если он кинет exception Автор все равно будет вызван Да Названия вот этих методов Могут быть любыми Лишь бы они были помечены аннотацией Точно так же Вот на название тестовых методов Тоже никаких ограничений Не накладывается Можете их называть как хотите Ну и кстати говоря Вот я тут их называю Не в принятом В мире джавы Режиме Вот С словами с маленькой буквы Разделенными подчеркиванием Некоторые считают Что для юнит-тестов Такой способ именования Лучше читается То есть вот если эту же фразу Написать к ML-кейсам Она будет не так хорошо читаться Как написанная вот таким образом Учитывая что этот метод Явно вы нигде вызывать не будете Его будет вызывать только Джи-юнитовская инфраструктура В общем это вполне нормально Это просто как некоторый заголовок Который больше нигде в коде не появится Тут нужно максимально Четко и понятно объяснить Что именно вы в тесте тестируете Чтобы потом увидев это название В логе упавшего теста Сразу понять что это за тест Что вы хотели им протестировать И что означает То что он не прошел Так Значит я рассказывал про аннотации Before и After А есть еще аннотации Before Class И аннотации After Class Void Так он должен быть static Void И метод этот будет вызван Один раз перед тем Как начнет запускаться Этот класс string test Перед тем как будет создан Первый экземпляр класса Тут можно сделать какую-то Совсем глобальную инициализацию Которая всем-всем-всем нужна В этом классе И которую не нужно Переделывать каждый раз Перед каждым вот этим маленьким тестом Ну а в аннотации After Class Соответственно вы напишите то Что нужно для подчистки Сейчас давайте Выведем Обозначим моменты Когда все эти методы запускаются А потом посмотрим в логе Чего получилось Интересно где BeFo Class оказался Что-то тут по-моему не чисто Возможная проблема с потоками Давайте System year Я вам не муфилизовала Да-да-да Чтобы ровно когда напечатано Оно и появилось Теперь с порядком Все в порядке Сначала перед запуском Первого теста Выполнился метод Аннотированный BeFo Class Потом Каждый запуск тестового метода Окружен вызовами методов BeFo и After Три тестовых метода Поэтому три пары И в конце After Class Ну возможно что не Вадим G-Unit внутри себя Ему никто не запрещает потоки создавать Так, теперь еще пара вещей Которые Я не прокомментировал По коду этого теста Первый тест мы разобрали Тут Ошибка понятна Второй тест Смотрите Тут аннотация Тест Имеет атрибут Дополнительный Expected Равно И имя класса Это означает Что критерием успешности Прохождения теста Является выброс Исключения такого типа То есть не просто Если метод Выполнился без исключения Значит он прошел А если с исключением Значит fail Тут вот наоборот С таким атрибутом Мы ждем эксепшена Если его не было То это ошибка А если он был Значит все хорошо Вот мы проверяем Контракт метода Substring Который заключается в том Что Будет кинут эксепшен При неправильном Входном индексе Где-то тут Это написано В geodocke Вот пожалуйста Index out of bounds Эксепшен Вот мы проверяем Это утверждение И спецификации Ну и кстати говоря Судя по тому Что этот тест прошел Действительно кидается Исключение Можем убрать Запустить Действительно эксепшен Случился Но правда Теперь же юнит Интерпретирует Это как ошибку Что и требовалось Доказать Так и Еще одна В аннотации тест Еще одна фича Мы можем указать Timeout Для теста Если этот тест работает Дольше чем указанное здесь Время В миллисекундах То тест будет пофейлен О чем будет в логе Ругань Ну как ни сложно догадаться Этот метод работает Как минимум Две секунды И В одну секунду Никак не укладывается Вот в логе Мы с вами Видим ошибку Что Случился тайм-аут После тысячи миллисекунд Прерывает 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 работу Вот этого конкретного метода Ну вот для того Чтобы организовать тайм-аут Джи-юниту Точно придется Новый поток создать От этого никуда не деться Да И кстати говоря Если у вас внутри Внутри тестового метода Вызываются Методы Которые бросают Какие-то проверяемые Исключения То Стандартная практика Это просто Выкидывать эти Исключения Наверх из метода Объявив их Вот Здесь В декларации метода То есть Не нужно колдовать С какими-то Трайами-кетчами Если вы все равно Знаете Что по эксепшену Вы будете фейлиться Интераптит Эксепшен Е Фейл Можно было бы Вот так написать Но это В пять раз Менее читаемо Чем В одну строчку Вот так вот Все равно Эксепшен Вылетевший Из Любого места Этого метода Это фейл Это нормально Так Это я все рассказал Дальше Дальше я вам хочу показать Еще одну библиотечку Которую я рекламировал В начале лекции Это FastAssert Это библиотека проверок Которую удобно Использовать Вместе с G-Unit И Здесь вы Можете использовать Чуть более мощные средства Чем просто набор методов Assert True Assert False Assert Equals Библиотека предоставляет Довольно-таки Обширные возможности И ее особенность в том Что Вот эти вот утверждения Которые вы в тесте пишете Они читаются практически Как английские предложения По большей части То есть вот так вот Просто сел И как роман Читаешь этот тест Проверь, что Map Пуст Проверь, что Размер мэпа 0 Проверь, что Map Не содержит Ключ X Ну и так далее Вот единственное Что тут Такое сложное выражение Все-таки Никак удобнее Не записать Чем Свести его К булевскому выражению А потом Проверить, что это False Так Что мы здесь проверяли Здесь мы проверяли То, что Map, созданный Конструктором Пустой Что метод Демпти возвращает True Что метод Сайз возвращает 0 Что Вызов Contains Контейнс Кей С таким параметром Возвращает False И вот это Вот тоже Возвращает False По-всякому Попроверяли Что действительно Эта Карта Пуста Кстати говоря Вот это вот Очень похоже На то Как я тестировал Ваши мультисеты Ну вот За исключением Вот этого Ой Вернем назад Так На семинаре Я даже могу показать Чуть подробнее Так А вот Тест Подлиннее Тут мы пытаемся Проверить Что Использование Конструктора Который В качестве Параметра Получает Другое Отображение Приводит К созданию К созданию Новой копии Мэпа В которой Содержатся Все те же данные Что и в оригинальной И еще одна проверка Это то Что после модификации Оригинального Отображения На копии Эти изменения Не отражаются Тут использована Еще одна возможность Видите Вот В одно выражение В один statement Мы проверяем Сразу несколько условий Почему это возможно Потому что методы Вот эти Вот Хессайз И прочее Они возвращают Не void Как Ассерт Из G-юнита А вот Некий объект На котором Эту цепочку Утверждений Можно продолжить Вот И проверяются По факту Все вот эти Три утверждения Если хотя бы Один из них False То Тест пофейлиться Давайте Запустим Так Все прошло Но так даже Не интересно Давайте Допустим Ошибку В тесте И сравним Ожидаемый Размер С тройкой Смотрите Что мы Хорошего Получаем В логе Во-первых То что мы Ожидали Размер Три По факту Размер Оказался Два И еще В качестве Бонуса Содержимое Актуальное Содержимое Мэпа Который По факту Там проверялся Для отладки Это очень удобно Потому что Если вы просто Проверите При помощи G-юнитовского Ассерт Иклс Вызовите Ассерт Иклс Три И мэп Сайз Вы никогда Не узнаете Почему именно Вызов Пофейлился Вы только Узнаете Фактический Размер Мэпа Неправильного А что там В нем Лежит Вам придется Дебажить Чтобы выяснить Или добавлять Там какой-то Printf Система Printlm В ваш тест Чтобы узнать А тут Все это Прямо Сразу Включено В сообщение Об ошибке Благодаря Использованию Вот такого Специализированного Синтексис Вот в общем Я всячески Рекомендую Использовать Эту библиотеку Вот мне нравится Конкретно Fast Assert Хотя есть У нее и альтернатива Можете выбрать Любую другую На ваш вкус Так Следующий пункт Что нам Показать Импорт Импорт Ну вот этот Вот класс Делает Все У него Есть набор Статических Методов Которые Повсеместно В тесте Используется Assert Z Среди них Ну это результаты тестов Как это называется Почему этот тест помечен восклицательным знаком Потому что он не прошел Я там сейчас Исправил двойку на тройку И тест не прошел Вот сообщение об ошибке Эксепшн который Из него вылетел Крестик это кнопка Которая перезапускает Пофелившиеся тесты Она тут всегда будет Даже если Ну хотя нет Если все тесты прошли То она будет задизейблена Но она тут все равно будет То есть это не признак того Что тесты упали Вот эта вот красная Красная штука Может быть зелененький Может быть желтый Может быть красный И тем желтым И красным Отличаются Вы уверены? Да, можно Тестик возле А, ну Там была инфраструктурная ошибка Тайм-аут не прошел Ай Не то запускаю Сейчас Давайте Попробуем тут сделать Другую ошибку И получить результат Когда их все Все цвета радуги Так, значит Ассер тыкался Да, действительно Ну вот это значит Не прошедший тест А вот это вылет По тайм-ауту Или там Не знаю Эксепшн из конструктора Вашего тестового класса Сейчас у него конструктор По умолчанию Мы можем написать Конструктор Который будет кидать Эксепшн Я думаю Тогда у нас Все тесты будут Именно такие Красненькие Да Именно так Ну то есть Вот этот вот Красный крестик Это более серьезная ошибка Чем Чем желтенький Так Тут исправили 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 Хорошо Тест проходит Давайте теперь Перейдем к обсуждению Тестовых дублеров Которые Я предлагаю Создавать При помощи Библиотечки Макита Тестовые дублеры Бывают Двух видов Такая Общепринятая Классификация Первый тип Более простой С точки зрения Реализации Функциональности Называется Стаб Или просто Заглушка В переводе На русский И Это объект Который Умеет Обрабатывать Ну какое-то Подмножество Возможных Входных данных Там внутри Очень простая Реализация Типа там Ретерн 4 Вот как мы С вами вначале Рисовали Сумматор Вот Он знает Что его будут спрашивать Конкретно это И он На этот Конкретный вопрос Знает конкретный ответ Можно это Такого тестового дублера Написать Руками А можно При помощи Макита создать Второй тип Более продвинутый Тип тестовых дублеров Это МОК Помимо того Что он умеет Отвечать На конкретные Заданные ему Вопросы Он Еще умеет Проверять Что все Нужные вопросы Заданы Причем В нужном порядке С нужными Параметрами И что ничего Того чего мы Не ожидали Нас не спросили Это дополнительная Фича МОКов По отношению К тупым Заглушкам Так Это был единственный Слайд про Макита На самом деле Все остальное В демке Так Сразу в импорт Чтобы было понятнее Я тут Из Класса Макита Импортировал Опять все Статические методы Поэтому Вот этот Метод МОК Этот метод УН Это все Из Макита Я хочу Протестировать Класс Трисет Хочу протестировать Как он себя ведет Когда ему Передается Компаратор То есть Объект Который устанавливает Некий Нестандартный Порядок На элементах Которые В этом Трисете Будут Храниться Правда По счастливой Случайности Этот компаратор Реализует Тот же самый Порядок Который Был бы И по Молчанию Ну Это просто Для простоты Для наглядности Что нам Нужно Для того Чтобы Создать Эту тестовую Заглушку Компаратор При помощи Мы будем Тестировать Трисет Нам нужно Вызвать Метод Мог Передать В него Имя Класса Или точнее Интерфейса Потому что Компаратор Это интерфейс У него Единственный Метод Компея Там еще Иклс Который Так есть Объекта Вот здесь Мы получили Уже Некоторую Реализацию Под этой Ссылкой Находится Некоторый Объект Который Реализует Интерфейс Компаратор Про Конкретный Тип Этого Объекта Мы Ничего Не Знаем Но Мы Можем Этим Объектом Управлять При помощи Вот таких Конструкций Смотрите Когда У нашего Компаратора Вызывается Метод Компея С аргументами 1 на 1 То Нужно Вернуть 0 Что Ожидаемо Компаратор У нас Должен Вернуть Инт Как Результат Сравнения Двух параметров Своих Входных Он Должен Вернуть Число Меньше Нуля Если Первый Параметр Меньше Второго Он Должен Вернуть 0 Если Параметры Равны И Он Должен Вернуть Число Больше Нуля Если Первый Параметр Больше Второго Вот Я Все Тут Случаи Перебрал Я Знаю Что В моем Тресете Будут Храниться Только Элементы 1 и 2 В моем Натаскать Компаратор На работу Ровно С этими Двумя Элементами 1 и 2 Больше Мне Ничего Не Нужно И Все Возможные Варианты Вызова Метода Компея Я Тут Перечисляю Просто И присваиваю Им Какой-то Возвращаемый Результат Значит От 1 1 Нужно Вернуть 0 От 2 2 Тоже 0 От 1 2 Вернуть Минус 1 От 2 1 Вернуть 1 Вот И После Этого Кстати Компаратор Действительно Начинает Возвращать Вот эти Значения Которые Здесь Написаны Больше Ничего Делать Не Нужно Просто Написать Такие Строчки И Все Он Уже Обучен Умеет Возвращать Вот эти Ответы На Эти Входные Данные Можно Пользоваться Давайте Создадим Трисет Передадим Туда Компаратор И Добавим Эти Два Элемента Такие 1 и 2 А теперь Сделаем Несколько Проверок Того Как Этот Ресет Внутри Себя Вызывает Компаратор Мы Хотим Убедиться Что Метод Компе Так Убедиться Мы хотим При помощи Метода Верифай Хотим Убедиться Что На Объекте Компаратор Ровно Один Раз Был Вызван Метод Компея Которому В качестве Аргументов Передавали Интежер И Интежер Вне Зависимости От Конкретного Значения Просто Любой Экземпляр Класса Интежер Второй Пункт Мы хотим Убедиться Что Компаратору Никогда Не Передавали Два Нула В качестве Аргументов Здесь Здесь Невер И Здесь Эти Нулы Просто Честно Записаны Ну и Третье Мы хотим Убедиться Что Кроме Вот этих Вот На самом деле Кроме Вот этого Единственного Вызова С компаратором Никто Ничего Не Делал Никакие Другие Его Методы Не Вызывались Это Вот Этим Третьим Методом Достигается И Действительно Эти Все Проверки Происходят Вот сейчас Этот Тест Пройдет Так Трисет Тест Давайте Попробуем Сделать Ошибку В тесте И посмотрим Что получим В логе Смотрите Too Little Actual Invocations То есть Слишком Мало Реальных Вызовов Методов На Компараторе Речь Идет О методе Компея У которого Аргументы Инт И Инт Ожидалось Что он Будет Вызван Два Раза Ожидалось Вот в этом Месте Кода Вот В этой Срочке Теста Стоит Проверка Что вызывался Два Раза Метод Метод Фактически Вызвался Только Один Раз Причем Из этого Места В классе 3.map Мы тоже Можем туда Сходить Посмотреть Вот Ну Далее Там Еще Стэк Трейс Чуть Менее Интересный Этот Лог Вызывался Но Фактически Вот Это И Есть Проверка Того Что Он Просто Вызывался Или Вне Зависимости От Количества Вызовов Ну Смотрите Есть Этот Лист Хотя Бы Один Раз Да Ну Обучается Да В некотором Смысле Ну Это Очень Хитро Далеко За рамками Нашего Курса Лежит Там Может Использоваться Все Вплоть До Манипуляции Байт Кодом На самом деле Библиотека Макита Зависит От Библиотек Манипуляции Байт Кодом Там Внутри Себя Творит Всякие Безумства Да Сейчас пытаюсь Там Где-то Можно Было Написать In Order Но Что-то Я Сейчас Не Могу Найти Где Именно Ну Ладно Если Хотите Потом Поищу Ну Совершенно Точно Можно Я Это Делал Так Есть Еще Вопросы Нет Тогда Еще Одну Вещь Покажу Тоже В связи С Макита Второй Способ Реализации Компаратора На самом деле Тут даже Лучше Написать Так же Как Там Тут Мы Обучаем Наш Компаратор Сравнивать Два Произвольных Инта Вот Не Привязываем Его Возвращаемое Значение Конкретным Числам Которые В тесте Зашиты А учим Его Отвечать На Решать Более Широкий Круг Задач Вот Вот Любой Вызов Компаратор Компаратор С Двумя Интами Мы Мы Говорим Что Нужно Отвечать Then Answer И Передаем Туда Объект Который Умеет Решать Эту Конкретную Задачу Объект Объект Типа Answer У него Есть Метод Answer Из которого Можно достать Аргументы Вот GetArguments Это Массив Нулевой Аргумент Первый Аргумент Мы Их Приводим К Интам К Интежерам И Честно Сравниваем Вот По сути Это Очень Похоже На Написание Написание Компаратора В виде Анонимного Класса Мы могли Бы с тем же Успехом Тестового Дублера Реализовать Вот таким Образом И наверное Даже в этой Задаче Это чуть Проще Компактнее Понятнее Но Представьте себе Что у вас В реальности Есть сервис Который Описывается Интерфейсом В котором 30 методов Не один А 30 И вот Если бы Честно Вы на Java Реализовывали Этот интерфейс Вам нужен Только один Метод А вы должны Реализовать 30 С какими-то Заглушками Заглушками В виде Тела Ну 30 Пустых Методов Ну 30 Пустых Методов Ровно Столько Сколько Этот интерфейс Декларирует А вот При таком Подходе Вы Делаете Стабы Только на Те методы Которые Реально Будут Взываться И вот Такой Подход По сравнению С Реализацией Класса С 30 Методами Все-таки Уже Выигрывает По компактности Кстати Инвокейшн Это в переводе С английского Вызов Так Вот это Вот Инвокейшн Анмок Это Такой Тип Который Описывает Какой Метод Был Вызван На Каком Объекте И с Какими Параметрами Вот Из него Можно Это Все Достать Проанализировать Параметры И Вычислить Результат Ровно Это Мы Здесь И Делаем И Еще Кстати Интересный Момент Своей Сначала Написал Тест С Единичкой Это Было На Седьмой Джаве У меня Этот тест Не прошел Я очень Удивился Полез копать Раскопал Что там Метод Компэй Вызывается Дважды Дважды Вот Пожалуйста Тест Не прошел Ожидалось Что метод Будет Вызван Один раз А по факту Он был Вызван Два раза Исходников Нет Ну Действительно Можно В исходниках Увидеть Что Добавился Один Вызов Метода Компэя Внутри Метода Эдд Так На этом Краткое Введение В юнит Тестирование Я считаю Законченным И Предлагаю Перейти К обсуждению Логирования Сейчас мы Быстренько Пробежимся По этой теме Что вообще Такое Логирование Это Возможность Сохранять Куда-то Некоторые Сообщения Которые Помогут Вам Впоследствии Разобраться Что в вашей Программе Происходило Если Ваша Программа Работает Ровно Одну Десятую Секунды И Складывает Несколько Чисел То Наверное Не очень Интересно Логировать Сложение Каждого Числа В таких Программах Логирование Не очень Актуально Но Если Это сервер Который Работает Месяцами В нем Много Потоков Каждый Что-то Делает Много Компонентов Задача Вот Если В такой Системе Что-то Идет Не так Вам Нужно Быстро Определить Что идет Не так И что С этим Делать В этом Очень Помогают Грамотно Написанные Логи Грамотно Написанные Под Системы Логирования И Расставленные По коду Утверждения Которые Сохраняют Некоторую Информацию В лог О том Что Я такой-то Компонент Я сейчас Обрабатываю Такой-то Запрос Ой И у меня Случился Эксепшн Не могу Дальше Работать Вот Все В таком Духе Нужно Писать В лог Файл Чтобы Потом Человек Смог Это Проанализировать Когда К нему Придут С вопросом Почему Ваша Программа Не работает Стандартная Библиотека Java Нам уже Предоставляет Довольно Простую И удобную Инфраструктуру Для Организации Логирования То есть Для Сохранения Вот этих Протокольных Сообщений Классов Живет В пакете Java Util Logging Который Есть В любой Java Стандартной Библиотеке Центральная Сущность Этой Библиотеки Это Класс Logger Logger Можно получить По имени Используя Статический Метод GetLogger И При помощи Логгера Можно Логировать Сообщение Например Вот тут Мы Логируем Информационное Сообщение То есть Это не ошибка Это Нормальное Штатное Сообщение Которое Содержит Строчку TimeLogging Просто Признак Жизни У Логгеров Общепринятая Стратегия Именования Это Так же Как Пакеты И классы То есть Через Точку На самом Деле Вот это Не просто Однородная Строчка Которая Иденифицирует Ваш Логгер А это Иерархия Которая По точкам Разбивается И вы можете На каждом уровне Этой иерархии Устанавливать Какие-то свои правила Ну Чуть попозже Об этом расскажу В общем Общепринято Использовать В качестве имени Логгеров Именно пакеты И Полные имена Классов Вашей программы Сообщения Вы можете Логгировать С разными Уровнями То есть Помимо Самого Текста Сообщения У каждой Записи В логе Есть такой Атрибут Как ее Важность Значимость Или Уровень Уровней В стандартной Этой библиотеке Логгинга Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Инфо Конфиг Файн Файнер Файнест Это все Хорошие сообщения Которые Не означают Никакую ошибку Никакой Внештатный Режим Работы Причем Со все Большей И большей Степенью Детальности То есть На уровне Инфо Вы сохраняете Какую-то Общую Информацию Что Да Вызван Такой-то Компонент Такой-то Запрос Обрабатывает На уровне Конфиг Вы там Допустим На инициализации Дампите Все параметры С которыми Ваше приложение Стартовало На уровне Файнест Который Является Самым Подробным Вы логируете Уже каждый Чих Там Вызван Такой-то Метод С такими-то Параметрами Вернул То-то Вот В общем Самые Большие Подробности Которые Могут Вам Когда-либо Понадобиться Уровень Ворнинг Предназначен Для Важных Сообщений Которые Вы хотите Чтобы Пользователь Приложения Знал Ну или Администратор Приложения Который За ним Следит Уровень Севия Это Вообще Труба В общем Тушите свет Надо срочно Что-то делать Ворнинг Это Скажем так Ошибка С которой Мы смогли Справиться Но надо Ее потом Проанализировать Севия Это Надо Действовать Прямо Сейчас Так Вот Условно На что Влияет Этот уровень Логирования Помимо Наличия Этого слова В протоколе В вашем Логфайле Это Уровень Логирования Влияет Еще на Сам Факт Наличия Этого Сообщения В протоколе Вы можете Настроить Вашу Инфраструктуру Логирования Так Чтобы При данном Запуске Вашей Программы Не Логировалось Ничего Кроме Ворнингов И совсем Фатальных Ошибок Вы Таким Образом Сэкономите Ресурсы Которые Иначе Тратились На Постоянное Формирование Строчек Вот этих Логов Сообщений На Их Запись Файл И так Далее В общем Инфраструктурные Некоторые Издержки Вы Сокращаете Но при этом Вам не приходится Убирать Из кода Реальные Вызовы Логера То есть В коде Эти вызовы Есть Какие-то Там Логовые Сообщения Передаются Но просто Они никуда Не попадают Тут же Отбрасываются Вот Это все Настраивается Вот Имея Логер Экземпляр Класса Логер Можно ему Сказать С каким Уровнем Ошибок Уровнем Сообщений Он должен Работать Вот Такой Вызов Нам Отсечет Все Что Меньше Чем Инфо То есть Сообщения На уровне Инфо Будут залогированы А все С меньшим Уровнем Приоритета Будут Отброшены Немедленно То есть Вот эта вот Строчка Где на уровне Fine Логируется Еще одно Замечательное Сообщение Метод Будет вызван Но внутри себя Он сразу Это сообщение Отбросит А оно Никуда Дальше Не пойдет А вот Сообщение С уровнем Warning Пройдет И будет Записано Куда Надо При этом Сам Логер Вот этот Экземпляр Класса Логер Он Является Приемником Сообщения То есть У него Можно Вызвать Вот эти Методы И отправить Куда-то В инфраструктуру Логирования Ваши Сообщения Но Сам Логер Не определяет Как это Сообщение Будет Обработано А тут Есть Варианты Эти Варианты Представлены Классами Хендлер Хендлеры Уже Определяют Что делать С сообщениями Варианты Логировать Файл Логировать В консоль Логировать Куда-нибудь В сетевое Соединение Или в Какой-нибудь Еще Стрим Открытый Еще Куда-нибудь Ну вот Два Основных Варианта Логирования В консоль Логирования В файл Для них Есть Стандартные Реализации Вот В этих Классах Входящих В стандартную Библиотеку Кроме Каждому Хендлеру Вы еще Можете Сопоставить Его Форматер Или Оформитель Он Определяет В каком Именно Формате Сообщение В лог Попадет Тут Тоже Возможные Варианты Во-первых Это может Быть Просто Строчка С сообщением С разными Атрибутами Причем Время Когда Это Сообщение Было Залогировано Его Уровень Там Метод И класс Из которого Было Сообщение Залогировано Ну и Собственно Само Сообщение Вот Все это Можно Настроить При помощи Параметров Класса Simple Форматер Альтернатива Простому Текстовому Представлению Логов Это XML Логи Можно Сохранять В XML При помощи Вот этого Форматера Но Правда Варьировать Формат XML Уже Нельзя То есть Там Захардкожен Некоторый Конкретный XML Формат С конкретными Тегами Это Известно Какой Именно Это Формат И Записав Его Вы Потом Его Сможете Проанализировать Универсально Давайте Перейдем К примеру Тут У меня Совсем Простая Программка Захардкожен Захардкожен Так На Закомментированный Код Пока Не Смотрим Значит Метод Main Который Что-то Делает Он Сначала У Класса А Вызывает Метод Do Something Потом У Класса Б Еще Другой Метод Обращается К двум Компонентам Нашей Системы У каждого Компонента Системы Есть Свой Логгер Ну вот Стандартная Идиома Здесь Вот Делать Так Логгер Get Логгер От имени Класса Текущего В котором Мы Находимся Ну и Поскольку Это На всю Программу Скажем На все Время Жизни Программы Это Один Экземпляр Можно Его Сразу Вправить Статик Final Переменную И сохранить И не мучиться Здесь Вот При вызове Этого Метода Мы Логгируем Сообщение На уровне Информации Что мы Делаем Во втором Классе В вызове Его Метода У него Уже Свой Логгер С Другим Именем Класса Тот же Самый Пакет Но Другое Имя Класса Поэтому Строчка Там Будет Другая Тут Мы Чуть Более Интенсивно Используем Логгирование На уровне Инфо Логгируем Строчку Параметризованную Вот это На самом деле Ничто иное Как место Для подстановки Значения Параметра Который Передается Сюда Это Это Значительно Более Удобная Альтернатива Какой-нибудь Такой Конкатенации Особенно Когда Нужно Подставить Середину Плюс Второй Мотив Что? Что значит Ноль Ноль Это значит Нулевой Параметр При отчете От нуля Вот это Нулевой Их может быть Несколько Ну просто Индекс В массиве Если вам Нужно Несколько Параметров Туда Передать То вы Просто Сделаете Вот так New Object И допустим Вот здесь Первый Элемент Из массива В начале А в конце Нулевой Элемент Из массива Ну и На уровне Ошибка Мы Сохраняем Exception Логируем Да Я начал Говорить Почему Почему Используется Что? Вторая строчка Логирует Exception Ну якобы Мы тут где-то Поймали Exception Мы его не ловили А сгенерировали Прямо здесь Но это не важно Если у нас есть Exception Который в нашей Программе Произошел Нам с ним Нужно что-то Сделать Ну Мы с вами До сих пор Когда писали Программы Делали просто PrintStackTrace Который печатал В консоль Если она Открыта Текст этого Exception Вот Так конечно В продакшене Делать не надо Нужно Туда же Куда и все Остальные сообщения Писать Exception Со стэктрейсами Вот Это тоже При помощи Под систему Логирования Очень легко Сделать Да Еще один Аргумент Почему используется Вот такой подход С подстановкой Параметров Почему Нас не ограничили Необходимостью Использовать Конкатенацию Строк И вручную Тут сшивать Сообщение Почему нам Дали возможность Объявить Шаблон сообщения С вот этими Местами для подстановки Плюс набор Параметров Есть еще Одна важная Причина Почему это Сделано Заключается Она в Производительности Значит Если у нас Тут Маленький Уровень Логирования Который Часто Будет Отключен Допустим Finest То Совершенно Необязательно Тратить ресурсы На то Чтобы Вычислять Вот эту Вот строчку По факту Там будет Много Вызовов ToString У каждого Из объектов Параметров Если это Объекты Чуть сложнее Чем Инты То Вызов На нем ToString Это уже Может быть Что-то Долгое Какая-то Долгая Трудоемкая Операция Когда мы Делаем Коткотинацию Прямо Вот здесь То ToString Будет Вызван В любом Случае Когда мы Делаем Вот такую Подстановку Параметров То По факту Вот эта Вот строчка И вот этот Массив Параметров Попадут Туда В инфраструктуру Логирования Независимо Она посмотрит На текущий Уровень Логирования Если он Позволяет Нам Отбрасывать Уровни Сообщения С уровнем Finest То Вот эта Вот строчка Вообще Не будет Вычисляться Параметры Никакие Сюда Подставляться Не будут Соответственно Мы сэкономим Кучу вызовов ToString На вот Всех Этих Параметрах Вот При использовании Этого Подхода Можно Обильно Логировать Там Низкоуровневую Информацию На Вот этих Низких Уровнях Логирования И при этом Не терять Производительности Так Ладно Довольно Слов Давайте Посмотрим Как Это Сработает Что Мы Увидим В итоге В консоли Сейчас Используется Конфигурация По умолчанию Нет Кажется Не совсем По умолчанию Я тут Уже Кое-что Теперь Конфигурация По умолчанию Что мы здесь Видим Мы видим Сообщение Из класса А Причем В логе Даже написано Какой это Класс Какой метод Откуда Было Это Сообщение Получено Есть Дата Когда Это Сообщение Было Порождено Нашей Программой Есть Уровень Серьезности Сообщения И собственно Сам Текст Ну вот Второе Сообщение С Эксепшеном Оно Дополнительно Содержит Stacktrace Почему Почему Ну Это Реальный Эксепшен Который Мы туда Передали То есть Он Ниоткуда Не вылетал Это Ненастоящая Ошибка Фейковая Скажем Я Вот здесь Искусственно Создал И Передал Логеру А он Его Взял И напечатал Ну Это Просто Вот Вызов Да Эксепшен To Стринг Скажем Плюс Stacktrace Так Почему Мы Не видим В логе Вот этого Сообщения Потому Что По умолчанию Уровень Логирования Установлен Как Инфо То есть Все Что Ниже Чем Инфо Будет Отрублено Давайте Поставим Здесь Инфо И Убедимся Что В логе Наше Сообщение Появится Вот оно Появилось Причем Все Параметры Как я Обещал Были Подставлены Действительно Вот это Нулевой Параметр Вот это Первый Параметр Причем Он даже Видите Хитро Отформатирован Там Пробел Добавился То есть Форматирование С учетом Локали Текущей В которой Говорится Что через Каждые Три символа Нужно Пробелы Ставить Да Нет Это массив Массив В котором Содержатся Параметры Это не один Параметр А это Набор Параметров Которые Переданы В виде Массива На самом деле Метод Лок Есть Перегруженный Вот Видите Метод Лок Принимающий Один Объект И метод Принимающий Массив Объектов Вот Теперь 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 Давайте Давайте С этим Немножко Еще Поиграем И Убедимся Что Поведение Под Систему Логирования Можно Модифицировать Причем Не изменяя Код А изменяя Настройки Вот Я Джаве Передаю Такой Хитрый Флажок Виртуальной Машине Указываю Что Настройки Системы Логирования Нужно Брать Из файла Logging Properties Который У меня Тут же И Лежит В файле Logging Properties Написано Что Вот То Что Перед Точкой Ничего Нет Это означает Глобальный Логгер Все Все Логгеры Наследуют Эту конфигурацию Значит Уровень Логгирования Инфо То есть Все Что Меньше Чем Инфо Игнорируется И Все Это Попадает В Консоль Вот Я Это Написал Это Почти То Самое Что Стандартная Конфигурация Поэтому Мы Видим Тот Же Самый Выхлоп Давайте Теперь Скажем Что Только Ошибки Хотим Видеть В Логе Раз И Сообщение Магическим Образом Исчезли Все Кроме Эксепшена Дополнительно Я хочу Еще Скрыть Исключение Из Класса Б Помните Там Класс Б Брал Логгер По имени Своего Класса Да Вот Это То же Самое Имя Класса Класс Б И При помощи Магического Флажка Офф Мы Просто Отключаем Вообще Любое Логгирование Из Класса Б Раз И Ничего Нет В Консоли Можем Вернуть Уровень Логгирования Инфо Но теперь Отключить Сообщение Из Класса А Пожалуйста Класс Б Нам Пишет Класс Б Не Пишет Очень Гибкая Система Можно Эти Логгеры Настроить Как вам Нравится Если что Извините Нам нужно было бы написать Java Утиллогинг Файлхендлер Если мы хотели файл Открыть Да И нам нужно было бы настроить Какой именно Где Вам нужно было бы написать Java Утиллогинг Файлхендлер Потом Точка Какое-то Имя Свойство Наверное Файл Нейм Ну потом Что-то В таком Духе Но лучше Это посмотреть В Java Доке На Этот Файлхендлер Потому что Я мог С именем Вот этого Свойства Сейчас Вам Нагнать Так Значит Я вам Сейчас Показал То что Логгеры Наследуют Конфигурацию Друг друга То что Я пишу Вот здесь Распространяется И на все Логгеры С именами Начинающимися С этого же С этой же Пустой Последовательности Я могу Например Одновременно Изменить Настройки Всех Логгеров Из классов Находящихся В этом Пакете Вот И тогда У нас Опять В консоли Ничего Не будет В общем Ну Тогда Да Будет Работать Level Равно Инфо Вот так Вот И Последнее Что я Сегодня Покажу Подходим К концу Помимо Property Файла У вас Есть еще Возможность Явно В коде Написать Задать Обработчики И Куда Ваши Сообщения Попадают Вот Как раз Случай С файлхендлером Файлхендлер Значит Программа Отработала То ли Идея Не видит Этого файла Вот 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 он Есть Что Нет Много Много Да Можно писать Сразу И в Консоль И в Файл И Не Вадим Вот Он Смотрите Этот Файл Который Создался После Запуска Тут В формате XML Все Подробности Залагированного Сообщения Вот Разумеется Гибкость Возможных Конфигураций На уровне Кода Намного Больше Чем Можно Написать В конфиге Поэтому Если вам Нужна Тонкая Настройка То Придется Использовать На уровне Кода Конфигурацию Если у вас Простые Настройки То Сойдет Property File Ну На этом Все С лекцией Если есть Вопросы Welcome Если нет То Перерыв Когда Что Было Ассерд Сейм Потому что Это фактически Один и тот же Экземпляр Класса Интеджер Потому что Если копнуть Глубже Давайте Копнем Fabric Void Что здесь происходит Компилятор Видит Что этот метод Принимает Аргументы Обжекты А мы Пытаемся Туда Засунуть Примитивный Тип Компилятор Вставляет Здесь Преобразование Вот этой Примитивной Пятерки К экземпляру Класса Интеджер Классу Обертки При этом Конкретно Порождается Вот такая Конструкция Интеджер Value Off 5 И Интеджер Value Off Опять 5 То есть То есть Вот это То Что Реально Попадает В Байт Код Если Вы Дальше Заглянете В Реализацию Метода Value Off Сейчас Я переключусь Обратно На 6 JDK И будет Счастье Вот Видите Тут Есть Кэш Этих Объектов Типа Интеджер Если Мы Не Слишком Большой Инт Просим То Мы Получаем Просто Объект Из Кэша Который Для Пятерки Один И тот Ж Всегда Возвращается Ну Вот Да Наверное Уже Не Пройдет